Добро пожаловать на наш шестой урок из серии. Сегодня вы узнаете, что такое миксолидийский лад, что такое дабл стопы, как их применять, а также мы выясним, кто же сильнее в схватке трое против двух. Про миксолидийский лад я уже рассказывал, когда делал аранжировку на песню All Apologies Нирвана. Кстати, можете ее посмотреть вот тут. Ну, что такое миксолидийский лад? Это мажорная гамма с пониженной седьмой ступенью. Давайте по ступеням, да, как обычно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, бемоль, семь, и опять раз. Также, согласно теории музыки, миксолидийский лад строится от пятой ступени мажора. В данном случае ля миксолидийский лад будет иметь все те же самые ноты, что и ре мажор, потому что вот это ре, а это ля. Ля пятая ступень от ре. И мы получаем два знака диеза при ключе. Это в данном случае, если мы играем в тональный стиле, это до диез и фа диез. Миксолидийским ладом обыграются доминант сабтаккорды. И давайте как пример сделаем это с использованием дабл-стопов. Дабл-стопы это ноты, которые играются одновременно. Чаще всего в блюзе используются сексты и терции. Именно их я и разберу на примере сегодняшнего урока. Итак, играем терции на первых двух струнах. Миксолидийский лад. Первым пальцем я скольжу по первой струне, не отрываясь. А вторым пальцем или третьим уже зажимаю в зависимости от того, какая терция. Если это мажорная, то первым-вторым. Если минорным, то первым-третьим. На каждую долю я играю пятую струну, ноту ля, чтобы подчеркнуть принадлежность к миксолидийскому ладу в этой тональности. Это еще называется словом бурдон. Этот долгий повторяющийся бас. Кстати, советую Вадим Каневский, если я правильно помню. Мне не изменяет память. Посмотрите Вадима Каневского про бурдон и вообще про теорию музыки. Очень интересный человек рассказывает. Затем точно такую же операцию проделываем со второй и третьей струной. Здесь терции выглядят иначе. Второй палец у нас будет скользить по третьей струне. А третий и первый будут меняться в зависимости от того, это мажорная или минорная терция. Если мажорная, играем третьим пальцем. Если минорная, первым. Далее сексты. Первая и третья струна. Тут у нас второй палец будет скользить, точно так же, как в предыдущем варианте. А первые и третьи меняются в зависимости от того, какой будет или мажорная, или минорная секста. Секста это ростный интервал с терцией. Вот смотрите, например, ну для примера, вот если я беру ноту ля и беру ноту до, это получается терция минорная. Но если я в свою очередь возьму вот ноту до, ноту ля, то это будет минорная секста. Вот такая вот интересная история. Поэтому эти интервалы как раз часто используются и вместе, взаимозаменяют или дополняют друг друга. На четвертый и второй точно так же можно разложить. Чтобы эффективно научиться применять дабл-стопы, вы должны проделать вот эти вот операции с этими интервалами и научиться видеть гриф таким образом. Ну и к практическим примерам. Опять возьмем нашу старую фразу. Из прошлого урока и сыграем ее уже секстами. Единственное место, где не будет секста, это вот это. Это будет квинта. Ля и ми. То есть вот так. Почему не будет? Потому что у нас мелодия не проходит там. У нас идет мелодия ля, соль, ми. Вот. Поэтому мы берем квинту. То есть мы могли бы и сексты сыграть здесь. Но тогда бы мелодия бы упоминалась на фа диез. Что в принципе тоже прокатывает. Но давайте уже будем последовательно. Терция. Заполнение. И в конце вот такой популярный ход тоже. Да, предыдущий, кстати, я хотел объяснить. Когда мы переходим на доминанту. Можно тоже с аксами сыграть. Но я, на мой слух, это не так удачно. Поэтому я оставил просто одну мелодию. Одноголосу в смысле. Да. И здесь можно оставить бас. Как обычно оставляют, не играют больше. И можно сыграть так. Хроматический ход дабл стопами. А можно играть по отдельности. Ну или. Ну и последний пункт на сегодня это трое против двух. Что же это такое? Это довольно популярный ход. Особенно в блюзе он часто применяется. В блюзе часто играется и минорная, и мажорная терция. Вот так вот. Используем дабл стопа. То есть сначала берется интервал, потом делается хамарон. И тоника. И получается, что это три как бы ноты. Триоль. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Но если мы будем играть это восьмыми нотами, то получится вот те самые трое против двух. То, что я назвал. То есть для этих целей нам нужно обязательно метроном, чтобы услышать разницу. То есть вот если будет триольными, то будет так. А если восьмыми нотами, ну не забываем про шафл, естественно, то получается так. Такое интересное ощущение ритмическое. Важно его проработать. Ну и в качестве практического задания давайте опять уткнемся в нашу 12-тактовую форму и проиграем вот этим самым принципом. Три против два. По форме непосредственно. Единственное замечание. Мы будем обыгрывать аккорды вертикально. Об этом я, наверное, в следующем уроке более подробно буду разговаривать. Но сейчас вкратце так. То есть мы видим форму А, потом форма Д будет в виде... В том же самом виде, да. И форма Е в том же самом виде. И вот во всех этих вот позициях мы будем играть ту же фразу. То есть здесь будет... И здесь. Только там разделено будет, да, по два аккорда на один такт. В аккорде Д7 можно использовать баррэ, но я часто беру большим пальцем сверху по заветам великого Томми Эммануэля. На самом деле, да, полезно большой палец от остальных приучить немножко, как бы, к тому, что он будет сверху играть. Но это фингерсталь, это популярное очень явление. Вот. Ну и здесь ми, открытая струна шестая, можно использовать. Здесь нужно особенное внимание на хэмерон обращать, потому что он... Когда мы зажимаем малое баррэ первым пальцем, то второй палец... Ему немножко сложнее сделать этот хэмерон, если бы была одна нота, и такой заметил эффект, как бы. То есть отрабатывайте, добивайтесь того, чтобы этот хэмерон динамически звучал не менее громко, чем остальные ноты. Это сложно сделать сразу, поэтому поработайте. Я вообще заметил, что с большим пальцем все-таки сложно немножко. Ну, как сказать. Я думаю, что у многих появятся проблемы, из вас проблемы, поэтому с баррэ лучше все-таки, наверное, играть. Ну, пробуйте оба варианта. То есть... Это гораздо более привычный вариант. И здесь тоже можно баррэ использовать. Вместо нотыля мы играем нотыля. Вот здесь и туля. Спасибо, что досмотрели до конца. Напоследок пару советов. Смотрите, какая получается ситуация. Вы уже много чего знаете, на самом деле. Знаете, что такое шагающий бас, что такое пентатоника, что такое блюзовая гамма, что такое эти вкусные блюзовые ноты. Умейте делать эти микробенды. Сегодня вы узнали, что такое миксердийский лад, что такое дабл стопы. В общем, куча материала. Я это к чему? Заканчивайте играть в доту, или что у вас там. Закрывайте телек, интернеты, отключайте, вырывайте кабель нафиг. И давайте уже заниматься, потому что впереди много еще чего интересного. До встречи в следующем уроке. С вами был Алекс. Всех благ. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok